Бои Киев заявил, что ополченцы потеряли тысячу человек за последние несколько лет. Украина в этом плане более сильная, чем мы. Но за вчерашний день было потеряно порядка убитыми около 6 человек и 90 человек ранеными. Противник потерял только на южном направлении 4 танка, 2 БМП и до роты пехоты. Тяжело оценить потери в личном составе. Почему? Потому что ввелся артиллерийская дуэль, накрывали артиллерией, и трупы, и раненых они забрали с собой. Но думаю, 3 КамАЗа сгоревших, это все-таки как минимум 60 человек убитых. На днях Эдуард Басурин в своем отчете сказал о том, что потери со стороны украинца, украины были 760 человек. А у нас значительно меньше. На днях. Это за один день. А за один день? С чем это связано? С 13 по 19 по нашим данным, по данным радиоперехвата, украинская армия потеряла на всей территории ДНР 962 убитых, около 1200 с лишним раненых, 456 человек пропавших без вести. Это данные радиоперехвата. Поэтому, ну Шнуркишман уже завязывал там когда-то, да? Мы о нем говорим. И зубы собирался нам пересчитать. Ну, что ему сказать. Украина, вы знаете, это уже начинает, наверное, будет похоже на анекдот. Мы когда придем в город Киев, они будут кричать, что мы с Турмой... Они еще обороняют Донецкий аэропорт. Поэтому как-то так. Какие-то контакты все-таки есть с украинской стороной? Постоянные, постоянные. Мне постоянно звонят матери, отцы просят вернуть военнопленных, уже наш, который мы взяли. Либо приехать забрать убитых, уже начинаются звонки. Ну вот в одном новом терминале, это то, что мы посчитать успели, там больше 30 убитых осталось. То есть о каких там, о каких потерях, которые говорят. Ну, знаете, любая сторона занижает свои потери, это понятно. И тут в этом плане мы проигрываем по одной простой причине, что у нас людям не соврешь, потому что хоронят их сыновей, детей, и поэтому реально понимают, какие потери на самом деле происходят. А в Украине у них есть такая уникальная вещь, они сразу пропавшие без вести, пропавшие без вести. Я вам скажу следующее. По данным разведки, недалеко от города Изюм, и там недалеко еще одно село находится, туда завезли два переносных крематория германского производства, немецкого. Понимаете, ну, если военные не хоронят своих убитых товарищей, да, там, по нашему православному обычаю, там, по любому по христианскому обычаю, начинают сжигать. Ну, тут, я думаю, стоит задуматься матерям украинским, что делают военные с их сыновьями. Вы знаете, я, как обещал, троих отдал тех, кто были со мной на пресс-конференции, я отдал их ним матерям. Все остальные пленные, которых мы взяли в плен, будут обменены на наших бойцов. Но условия обмена, тогда, когда Украина там хватала бомжей и всевозможные полукриминальные элементы отправляла сюда в виде военнопленных, такого не будет. Четкое будет фамилия, имя, отчество. Вот на это фамилия, имя, отчество будет меняться кто из бойцов. Спасибо большое. По-другому никак.